диеты я не признаю сама не худела никогда особенно ну было пару раз пробовала но так что прям серьезно нет в основном сейчас как-то хочется людям быть здоровыми и мода идет на зоша не на худобу как раньше было все на диетах не сидели но были красивые здоровые прям кровь с молоком кажется лиза сама не понимает что говорит прямо интересно стало она точно знает как оно там было раньше как жили что ели что пили чем занимались в конце концов это сегодня мультиварка сама приготовит завтрак обед и ужин микроволновка подогреет пищу а гору посуды можно перемыть за считанные минуты и даже рук при этом не намочить в общем свободного времени останется пруд груди можно погулять покататься а что если взять и отмотать колесо истории назад отправить лизу в другое время в другую жизнь всего лишь на один день пусть на себе испытает и сама поймет что значит кровь с молоком по-русски ну что позавтракать лиза сегодня попросту не успела а все потому что утро у нашей принцессы начинается как правило часов восемь в девять но уж если день выходной как сегодня можно и до обеда проваляться в кровати а тут солнце встало но даже умыться нечем воды то в доме нет принести некому знаете ли в первый день свадьбы девушка должна была натаскать воды и не пролить при этом не капли а такими темпами лизавете придется до ночи только воду носить а дел то еще не початый край но тут конечно всех под одну гребенку не причешешь в зажиточной семье девку берегли холили или елеили до замужества чтобы она набирала красоту и личный раз не утруждалась а уж если семья попроще то и за водой сходить и скотину обязательно присмотреть и в доме приготовить все к тому чтобы день дом мог существовать ну ладно хоть скотину напоила накормила и то хорошо а самой то как быть как там говорят как потопаешь так и полопаешь вставать раньше надо было блинов бы на печь но вот ведь незадача муку и ту сначала перемолоть надо тяжесть то какая то тут похожие бицепсы и трицепсы и даже икроножные мышцы прокачиваются почему интересно иностранцы говорили что русские бабы едят как не в себя тут пока до еды доберешься уже и поесть сил нет ну во первых рацион питания у русских был не такой как у зарубежников действительно мы питались немного другими продуктами нежели они да и это вызывало у них ну как минимум удивление это раз а во вторых у нас было не принято клевать как птичка чтобы создать впечатление что ты ничего не ешь не питаешься и очень при этом такая вот экономная особа потому что если ты питаешься хорошо то значит здоров а если ты не питаешься хорошо чебольной чеподлюка огонь и тот добывать надо дров то нет терпи лиза не вздыхай русская девушка телегу дров что называется в легкую перепилить могла оказывается не мужское это дело ну что теперь можно идти печь разжигать наконец-то человек вставал по солнцу пахал во всех но это ведь не те нагрузки физические которые у нас сегодня есть у наших вот рабочих служащих мы кушаем полноценные много как раньше а работаем в разы меньше а здесь чудес не будет у нас в организм если он получает энергии больше чем способен потратить он отложит ее в запас куда она ее отложит в жировую ткань в общем блины печь можно при таких нагрузках ни один даже самый калорийный продукт наталья не отложится и кстати блинные рецепты еще в середине прошлого столетия были не чета нынешним в одной экспедиции нам бабушка рассказала на лиц рецепт блинов на литр молока шесть яиц причем молоко она говорит не снятая конечно то есть под корову то есть там жирность не 3 процента даже не 4 и не 5 причем она пекла при нас это тогда когда масло топится в горшочке выливается в достаточно такую глубокую тарелку и вот блин когда печется сковородчике на его так вот полностью в этой тарелочке обмакивают и сквозь то есть вот представьте себе насколько калорийные блюда впрочем в программе про диеты нельзя не сказать и о качестве пищи которую употребляли меньше века назад прогресс дело конечно хорошее но как оказалось не в случае с продуктами питания человек если употребляет цельнозерновые продукты они очень долго расщепляются то есть три-четыре часа на сегодняшний день продукты у нас лишают цельного зерна и мы получаем максимально быстро усвояемый углевой то есть мы получаем большое количество сахара скажем так ежеминутно и естественно эта энергия организму в течение 15 минут не нужна она у нас сразу откладывается в депо жировое наши предки конечно же ничего не знали о кашах быстрого приготовления и это замечательно дело в том что каждый углевод а крупы это прежде всего углеводы представляют собой этакую цепочку короткую если они быстрые и длинную если они медленные углеводы быстрые усваиваются в считанные минуты и очень скоро откладываются в жир именно поэтому их называют вредными углеводами медленные перевариваются намного дольше и в районе талии не оседают за что и получили заслуженное звание углеводов полезных если кто сейчас подумает что девки только тем и заняты были что без остановки работали то это не так следили они за собой ничуть не меньше чем сегодняшние девушки и женщины также обновками хвастались также платья и юбки перед выходом наглаживали утюжок правда в то время потяжелее был и вот еще много говорят о том что девки и женщины в то время дородными были но мало кто хоть раз примерял наряд девушки того времени и мы часто встречаем костюмы которые на себя надеть уже практически не можем только на подросточков примерить можем а когда-то это были вот уже взрослые женщины не было таких условий чтобы уж прям вольно себя чувствовать поэтому наверное и тел не наедали тем не менее казаться тощий то уж совсем дурной тон был так ведь и замуж могли не взять думали как тощая девка больная девка детей не родит а родит так не выкормит девушку на выданье укладывали на кровать освобождали от всех дел по дому кормили различными жирными явствами сметанка и так далее чтобы она поправлялась до напитками чтобы отекал что пополнее казалось тогда уже было больше шансов выдать удачно замуж свою дочь и неважно какому сословию принадлежала девица надо было предстать перед будущим мужем беленькой и румяной если она уж сильно загорелая то значит что некому в доме работать приходится ей все в поле до в огороде а стало быть семья не богата подумают лишний раз забрать такую замуж или нет поэтому девушка старалась быть беленькой не показывать лицо солнышку тогда когда это возможно поэтому и белились если белил не было так мукой могли лицо присыпать девицы нередко практиковали умывание овсяной мукой и и смешивали с небольшим количеством воды и протирали этим составом лицо кожа становилась гладкой и светлой но ждать подобного эффекта от такой процедуры сегодня не стоит современные барышни используют не перемолотый овес овсяные хлопья прошедшие химическую обработку из-за повышенного содержания в них крахмала поры забиваются а это чревато появлением угревой сыпи и аллергии любили красятся девки на руси об этом легенды ходят было время церковь хотела вмешаться в это дело и запретить подобные злодеяния но не тут то было не справились святые отцы с желанием женщины быть прекраснее барышни сурьмили светлые брови и выбеливали черные наносили на лицо румяна и уж конечно красили губы тем что в огороде выросла да уж не просто лизавете познавший все блага цивилизации украшать себя подобным образом но что поделать соблюдать правила одного дня значит соблюдать так что там еще бусы конечно в идеале коралловые визуально они делали шею полнее и белее но к сожалению не каждая девушка могла позволить себе такую роскошь поэтому приходилось довольствоваться тем что есть зато разноцветных лент в арсенале любой незамужней девушки было в достатке поверх обязательно надевался еще и нарядный накосник завершала образ расшитая налобная лента чтобы коса выглядела гуще в нее вплетали ленты или пряди из волос либо своих вычесанных волос либо известны такие случаи что например мать могла свои отрезанные пряди от кос вплести в косу своей дочери благо что за уже замужние женщины ходили с покрытой головой не было видно то есть все ли у нее пряди там на месте скажем так похоже нашей героине не до веселья после тяжелого дня трудового до после тщательных сборов никаких сил на отдых уже не осталось впрочем никто ведь и не говорил что легко будет да и к тому же как то не весело в этой избе тихо как то не предполагала ли за что и здесь работать придется дело в том что традиционная вечерка никогда не начиналась с песен и плясок время посиделок делилось на две части рабочие девушки выполняли уроки ткали пряли вязали вышивали и праздничная которая начиналась исключительно с приходом парней если уроки были большие рассказывали у нас сибири что парни приходили помогать выполнять уроки и некоторые достаточно были квалифицированы чтобы не испортить девичью работу и там ускорить ее почти вдвое тогда понятно веселье начиналось раньше похоже нашей героиня не до танцев умаялась лиза с на привычки да в таком ритме жить никакой диеты не надо вот вам и кровь с молоком это был очень тяжелый день было много я устала физически я устала морально я делала мне кажется намного меньше чем люди раньше но все равно я очень устала так устала что я вырубилась посредине вечеринки вывод я сделал только один что если ты хочешь быть стройной красивой и здоровой нужно постоянно двигаться постоянно работать и что-либо делать вот так оказывается полезно иногда отмотать время назад просто не задумываться о том сколько ты весишь какой обхват груди или талии у тебя выбросить все диетические мысли из головы и сменить хоть ненадолго хоть на время отпуска труд интеллектуальный на труд физический и тогда скорее всего не придется считать по утрам шаги корить себя за съеденный после 14 00 пирожок изнурять организм никому не нужными диетами предки говорили тощий живот не в сказку не в работу и это не просто слова проверено временем а и и и и и и